Значит, о чем сегодня пойдет речь? В настоящий момент ясно, что Россия вошла в определенного рода и структурный, и системный всевозможный кризис. И стало очень интересно задаться вопросом, что из себя будет представлять Россия после Путина. Вообще говоря, какая-то не позитивная программа у кого-либо еще полностью отсутствует. Значит, мы посмотрим к любого так называемого либерала, не только либерала типа Степана Димура или кого-то еще, а все они будут говорить, что у нас все проблемы стекают из того, что у нас очень плохо защищены права собственности. Как будто других проблем и других вещей ничего этого нет. Они глубоко не правы. Мы посмотрим группу Навального, о чем они мечтают. Ну, отменить несколько законов, там 8-9 штук. То есть вернуться, по сути, в 2004-2006 год, то есть начало президентства Путина, когда не было закона Дима Яковлева, что-либо еще, но при этом они сохраняют, например, этот закон знаменитый о мыслепреступлениях по поводу репрессий, за высказывание всевозможного своей позиции, в том числе по национальному вопросу в средствах массовой информации. То есть полностью отсутствует какая-то дискуссия. Так что я вот смотрю и боюсь, что и этим вопросом тоже придется нам заниматься. Поэтому я предлагаю начать вот это самое обсуждение. Оно будет с позиции сегодняшней парадигмы России кажется немножко безумным. Но тем не менее вести эту дискуссию нужно. Нужно понимать, что проблемы России возникают, ну, в первую очередь, не только из-за цен на нефть, не из-за каких-то там слабых соблюдений про собственности, тем более из-за каких-то там Ротенбергов, кого-либо еще, что-либо еще. Они, значит, носят совсем другой характер. И нам каким-то образом надо приспосабливаться к новой реальности и перестраиваться. Чтобы показать, насколько можно быть радикальным в этом, я предлагаю в сегодняшнее наше обсуждение понять по поводу запрета и изменения дискуссии начать русской культуры в России и ее запрета и изменения языка, которые происходят тоже в России. Например, известный деятель, так называемый Тифарет, он же Миша Вербицкий, 50-сенит, то есть выпускник школы 57 московской, совместным с Холмогоровым, Натальей Холмогоровым, какого-либо еще там, Темой Татьянычевым, что-либо еще, он предлагает, он говорит, что мы начинаем с Пушкина и заканчиваем империей, что нам нужно ликвидировать наша увлеченность русской литературы для того, чтобы к империи никогда не возвращаться. Для этого он предлагает, она как таковая практически должна быть запрещена. И лучше всего заменить каким-то образом язык и каким-то образом изменить, в первую очередь, алфавит, то есть перейти с... Да, но это не получается, он предлагает на английский, да. Вот, такие вот вещи. Да, вообще людей заменят. Да, людей, вот людей он тоже бы хотел заменить, но люди как бы так не заменяются. Но какие-то, как я говорю, слишком, может быть, именно литературой определяет людей, которые на этой территории живут? Да. Убрать литературу... Вот-вот, вот он так и говорит, да. Да, и тем не менее, такой проект был осуществлен в 20 веке, это он произошел на территории Турции. У них была Османская империя, у них был так называемый османский язык, который к турецкому языку имеет очень слабое отношение, но они принадлежат к одной языковой группе, что-либо еще. По всей видимости, там на османском языке была великая литература, кто знает, может быть, была. Но ее запретили, значит, шрифт его был преимущественно арабский, с сильным персидским влиянием. Вот такой был шрифт. Значит, судя по всему, они и слева направо писали, тоже я так сильно подозреваю. И была осознана вот эта османская культура. В 20-х годах, в рамках реформ Ататюрка, этот язык был заменен на новый, искусственно выведен из нескольких диалектов общенародного турецкого языка. Появился турецкий язык. И его переведение на латыницу. То есть был заменен на алфавит, был заменен язык. И уже к 50-м годам этот самый язык, вот этот османский язык, он умер. Ну, подобная же вещь, на самом деле, а здесь вот новогреческий язык, и когда он был здесь, ну, как бы, греческий язык, и деревне-греческий, да, это тоже произошла такая реформа, что современные, как бы, греки, они на другом языке говорят совершенно. Потом, как бы, здесь вспомнены реформы этого Петра, по-моему, Петра. В России же тоже был. Тоже, в России же был другая. В России же другой язык был, да? Был древнеславянский язык был, да? Но древнеславянский не был общенародным языком. Нет, я имею в виду, что, как бы, может быть, это и так, а может быть, и так. Не, но не было, как бы, лидература. В любом случае, как бы, это много раз случалось в разных странах, как бы, вот такие смены. Сейчас, например, на Украине тоже, в общем-то, такой пересек, надо создать сколько-то искусственный язык. Почему-то, ну, украинский язык? Нет, украинский язык раньше был, слегка отличался от русского или так. Ну, нет, он очень сильно отличается от украинского. Нет, нет, там просто в этих западных регионах, у них там как-то язык, очень много было зависит от неиспольского языка, поэтому... Польский, венгерский? Да, ну, а теперь, как бы, это западноукраинский язык, он насаждается везде, как бы, берется как государство, но не совсем так. Ну, вот, образец, о котором мало кто знает, что, на самом деле, одним из базовых алфавитов русского языка в древности был арабский. И он существовал примерно до 19 века, в общем, вполне нормально. Его, как бы, отменили. И он, значит, просто в арабском есть пару звуков, которые, точнее, в русском, в древнерусском, который сегодняшний называется русинским или старый белорусским, он когда-то назывался просто русским. То есть он был языком, как бы, вот, западных славян, то есть территория Белоруссии, территория Украины, на нем говорила тогдашняя элита. Пока она потом не перешла, кто на русский язык, то не перешла на польский. Цирковый славянский. Не цирковый славянский. Именно то, что называется старый белорусский. Был он русский язык или русинский язык. Вот это такое. И в том числе, у него, один из его алфавитов был арабским. Полагалось, что там очень много татар, и им для того, чтобы нужно было читать еще свои исламские тексты, они, поскольку языка они уже не знали на тот момент, алфавитом старым пользовались. И существует достаточно большой корпус этих сочинений, порядка десятков тысяч произведений сегодняшнего дня, которые написаны на старом белорусском языке, то есть на русском языке по помощи арабского алфавита. Вот считалось, что вот такой татарский вещь. Но, по всей видимости, есть было большое подозрение, что это просто один из алфавитов элиты. То есть мы видели тогда тоже население Огнекого княжества Литовского, которое говорил у нас в местных диалекциях, с которых потом белорусский, украинский язык появился и что-либо, русский, по всей видимости. А само оно говорило на старобелорусском или старорусском языке, который еще использовался при этом на другом алфавите. Это вот тоже такая интересная очень вещь. И я так как раз полагаю, что это совершенно нерационально, не имеет никакого смысла. Нет таких задач, которые замены языка и замены алфавита мы могли бы в настоящей ментуросии решить. Во-первых, самая постановка вопроса, она не обоснованная. Непонятно, зависит ли менталитет людей прямо только от языка. То есть у них другой язык сразу менталитет не будет. Нет, здесь речь идет скорее о другом, я так понимаю. Потому что наши же люди, они же переезжают, а другие. У вербитского. У вербитского. Но тем не менее, они остаются теми же самыми. У вербитского состоит в том следующем, что твоя сречь, чтобы имперское подавляющее государство, его как бы отменить. Его провозвестником является русская литература раз. И б. Это то, чем русским, несомненно, стоит гордиться. Но ты сидишь в империи, в Гавне, что называется, гордиться ты чем-то должен. В Несековском это ложество. Ты начинаешь Достоевским и Пушкиным гордиться. Да, ну так уж случилось, на самом деле, что у нас гордиться именно тот же, чем мы гордимся. Да. А если бы у нас была бы, например, высокоразвитая наука или там, что-то еще другое, мы бы гордиться. А математикой почему бы не гордиться? И этот предмет, потому что не вообще доступен. И этот предмет, я так понимаю, вербитский хочет сделать для русских предмет этой гордости недоступным. Ну как в османской литературе. Существовала же османская литература. Она была языком тоже элиты, но у нее население не говорило, по большому счету. Но литература такая существовала, литературный язык по северенности. Честно говоря, у вас язык я вообще первый раз слышал. Османский империй, османский язык. Самое интересное другое, что мне удивляет, что ты по поводу либералов в очередном приводишь пример. Мне удивляет какой-то, ну я не знаю, как это даже назвать, там, все-то, все-все прожекты, они какие-то там, мягко говоря, там, нереальные. А если говорить, мягко говоря, а если, а грубо говоря, это просто идиотские какие-то там. Решить нашу проблему можно только тем, что там выизменить язык. Но это только идиоты всегда хватается за крайние меры, да, потому что, как бы, я... На самом деле, ну, существует множество всяких маленьких мер, да, которые приводят к какому-то результату там. И путем маленьких мер, путем маленьких шагов мы проходим путь. Да, я эту позицию Вербицкого, например, того же, не понимаю совершенно. Нет, это просто шаговство. Он хочет поменять язык или культуру? Язык и культуру. А язык от культуры отличается? Кто такой Вербицкий? Это один из первых деятелей интернета, который Михаил Вербицкий. Он сам математик. Недавно с ним было, по-моему, на Медузе большое интервью, такое полагетическое, где у него говорили, что это один из ведущих математиков мира на сегодняшний момент. И это раз. А во-вторых, что он, безусловно, будет лауреатом Филдсовской премии. Это совершенно не так, поскольку я не знаю, есть у него хоть какие-то значимые работы в математике или нет, но он действительно кормится от того, что ездит по разным странам с текциями по математике. Вначале он учился в МГУ, в 1957-й знаменитой математической школе, а потом заканчивал аспирантуру в Гарварде. Поэтому хорошо, наверное, знает английский язык, Алексей Македзимович. Поэтому, я думаю, как бы это и не страшно. И поскольку он стал даже персонажем Пелевина, в том числе, есть у него персонаж такой, вот, и он был активистом живого журнала, но потом забанил, и он создал собственную сеть, которую называют тефоретником, так называемым. Вот такая вот вещь. Так, а что, собственно говоря, есть вот вирюбистские, да, есть еще там и Балмок, или... Крылов такую же точку зрения говорит, что... И что, если он даже не занимался ни политикой, ни экономикой, и что значит, и он теперь это, как это, светит, что ли, нам? Нет, просто это человек, который говорит чуть больше, чуть больше, чем обычные разговоры. Наши обычные разговоры состоят, ах, у нас права собственности плохо запрещены, ах, у нас силовики кошмарят бизнес. Из-за этого, демок, появились все наши проблемы. Но это же неправда. Наши проблемы возникли не из-за того, что силовики кошмарят бизнес. Совсем не поэтому. Экономический спад у нас происходит, не поэтому. Надо искать что-то другое. Ну, не потому что... Почему искать, значит, на это тоже... Что вдруг пришел, извините, сейчас просто... И что, пришел какой-то вирюбистский, и что значит, все это, да? А до этого, значит, до вирюбистского все тут были какие-то олухи, что ли? Ну, как-то и вирюбистский... Он занимает наиболее радикальную точку зрения. У него рашка, исключительно говняшка, скажем. То есть, она по-другому... Человек предложил решение проблем, которые сейчас находятся. Да, такое, скажем, турецко-османское. В этом нет только никакого... Ну, была же такая же проблема фундаментальная, что... Османская империя, она вслед за Австро-Венгрией была больным человеком Европы. Там речь шла, например, ну, практически все войны она проигрывала, там еще... Османская империя? Османская империя, конечно, в 19-м. А как она стала империей? Была империей? Когда-то была империей, а потом стала больным человеком Европы. Но все империи когда-то... В 19-м веке. И они решили создать... Провести глубокие реформы. Ну, в первую очередь, убрать, уменьшить роль ислама в их культуре. Это тоже было сделано, причем реформа Катерии. И, кроме того, они решили просто создать национальное государство. То есть, ликвидировать всю предыдущую османскую элиту. Путем запрета языка и запретом алфавита. Ну, одна из проблем, например, была, как украинцам избавиться от психологической зависимости от русских. Перейти с кириллицы на латейницу. Про туры. Такая же проблема, кстати, стоит у сербов с хорватами. С хорватами у них и получилось, по большому счету. Они туда приходят. Они вообще писали на глаголице. Глаголице они писали. И вот хорваты вот переходят, вроде бы сейчас, как и на латеницу. А сербы требуют писать на кириллице. Да, которые не говорили никогда. То есть, тоже глаголице используют. Они, мне кажется, не знают, но требуют. Я знаю, что в Казахстане речь идет постоянно о том, что хотят всю страну перевести на латеницу. Постоянно. Я так понимаю, что у тюркского языка, то есть у тарского... И даже если язык запретят, найдут новые писатели, которые из себя, опять же, родят все эти образцы, которые... Имперские. Да, классические терапии. Это дело не в языке. Глупо думать, на самом деле, что язык что-то решает, на самом деле. Мне кажется, это говорит, что этот Вербицкий или какой-то другой, там, как бы, это все просто шуты, как бы, гороховые, которые пытаются каким-то способом на себя внимание тренировать. Ну, может, не стоит оскорблять людей. Ну, а что не стоит? Ну, это идиотские проекты какие-то прожить. Это все равно, что там Луну передвинуть, потому что она мешает на Небе, болтается там, как лампочка. Передвинуть ее, наверное, в другое место. Санфак взаимосвязи языка, культура. Или построить мост от Земли до Луны. Или гулять по Луне, чтобы... Это же не отрицается, связь. Дело не... Не, ну, замена... Они просто хотят отрезать. Связь языка, культура, экономики, политики, она же есть. Связь есть между всем. Нет, они хотят отрезать... В этой связке нужно попробовать поменять что-то, чтобы остальное... Они хотят отрезать современных русских от русской культуры. Новый имперский имперский имперский... Это, в чистом виде, расизмом это называется, отрезать русских от русской культуры. Но туркам же удалось от османской культуры отрезаться. Да нет, потому что вы говорите, это, мне кажется, вообще, как эта фантазия, не исторический факт. Как не исторический? Я не беру себя тут утверждать, но я вот слышал это, честно говоря, первый раз. Ну это надо. А про арабский алфавит русского языка? Да, давайте не вступать в споры. Но будем считать, что докладчик знает, о чем говорить. Ну просто сам факт. Предположим, на самом деле, что... Я просто сомневаюсь. Такие проекты существуют, и как бы они даже осуществлены, но... Но мы же тоже наблюдаем... Но тем не менее, мы сейчас наблюдаем, опять же, в Турции, опять же, попытку... У нас же был переход, у нас фактически рассчитается... Ну, то есть наблюдаем эти тенденции? В некотором смысле русский язык начался с Пушкина, как принято. Правильно я понимаю? Нет, без пушки. То есть до Пушкина, до Пушкина не было русского языка и литературы. Было, все было. Ну, как таковой не было. Говорили, говорили на языке, который мы не понимаем. Литературы не было? Не было. Она началась с Пушкина. До Пушкина у нас была некоторая другая эпоха, другая политика, другая экономика. Все. Начиная с Пушкина, у нас что-то поменялось. Поменялся язык. Ты знаешь, какая-то... Когда говорить, что если у машины, условно говоря, какой-то болтик выпадет, допустим, болтик держащий моток, он выпадет, то машина перестает ездить и говорит, вот, давайте этот болтик уберем и обсуждать, как бы этот болтик убрать. Понимаешь, что... Ну, не убрать, а поменять. Я имею в виду, что язык, это на самом деле, это некий способ выражения. Там, если не будет другой язык просто, никуда не способ выражать там и все равно будет свою мысль. Но способ выражения уже. Свои мысли будем выражать. Другим языком, ну, какая-то те же самые чувства и мысли. Ну, условно, говорим это, допустим, на английском языке, но мы все равно будем говорить то же самое, выражать те же самые наши чаяния, те же самые надежды, мысли. Ну, почему-то менталитет англичан отличается от менталитета русских. Нет, дело не в менталитете. Единственное, как бы здесь, в чем состоит эта задача, что, как бы, отсечь, как бы, да, вот, всю литературу, как бы, она просто будет недоступна, если ее не переведут на новый алфавит, на новый язык, она, как бы, станет, вот, как древнегреческая литература для греков, да, там. Недоступна. Как бы недоступна, то есть для этого надо специально, как бы, изучать еще древнегреческие там, и... То есть они, может быть, что-то понимают, но в целом все надо заново еще. Или как вот Игорь говорит про османский язык. Они говорят, что они, наверное, могут это изучить, но это надо специально потратить и пусить. Да, потому он достаточно удачно, у него все носители уже к 50-м годам вымерли полностью, все, нету языка. Яритически, наверное, это можно сделать, но это я говорю, что... За 30-40 лет они вымерли все. Чему это приведет, интересно? Чувство и чаяния, и вообще говоря, то, что называется эгрегор, все равно останется. И будет он другим языком говорить, но он будет все то же самое говорить. И он на этой территории все равно будет постоянно звучать вопросы культуры. То есть, так же, как и в османской сейчас, в османской с Турцией, точно так же есть сейчас, опять же, возгладали вот эти имперские там, чаяния, там, что да, вот, взять вот сюда, там, сивиль, культовку соединить, еще там, от Ирана там отсядывать и так далее. Ну, это не имперские, это немножко разные вещи. Ну, восстановление, потому что... Та же Сирия, весь Ближний Восток, он входил в Османскую империю, включая, да, Египта. Это такая была ситуация. А потом, после Первой мировой войны, всех их поделили, только России за революцию ничего не досталось. А я так вот по договору, проливы из Стамбула полагался. Полагался Стамбул. Просто непонятно, почему империя это плохо. Вот как она обсуждает. Это тоже непонятно. Он полагает, что империя всегда в том месте, где государство подавляет личность. Да нет, ну обсуждать просто такие, эти фразы, ну, это даже несерьезно, я считаю. Давайте как-то более что-то серьезное. Почему не все... Почему империя не выживает? Нет, как раз империя не выживает. Ну, а что, тысячелетия не живут, но римская, например, российская тоже 300 лет жила, а снова зайдется. Ну, а английская империя... Ну, время не принципиально здесь, так сказать, там 100, 200, ну, не есть точнее. Османская тоже лет 500. Сейчас ты видишь что-то в американской империи, да, с таким уже тем, и есть? Отличаются ли, грубо говоря, империя римская от... Ну, от той же российской? Ну, как там, безусловно, отличаются, да? Если говорить... Нет, давайте тогда надо, конечно, сначала начать определение, да? Потом, значит, разобраться, да? Что это... Исторический экскурс тогда проводить. А так это бессмысленный разговор, перегидываться с одного на другого. Ну, давайте, если вот Игорь Юрьевич начал там про Османскую империю, давайте уж так вот в рамках Османской империи остановимся. Проблема не в Османской империи. Игорь поднял вопрос, связанный с... Игорь, Игорь, в дальнейшем, конечно, от точки зрения, потому что надо запретить русский язык, я не поддерживаю ни в коем мере. Но я была там согласен, что это скорее троллинг со стороны Грибецкого, он уже известный тролль. Вот. Я просто говорю, что дискуссия, она должна вестись радикально. Я вам покажу дальше примеры, то, чего я как раз уже поддерживаю, чтобы можно радикально изменить стране, от чего она изменится тоже очень сильно радикально. Постепенные перемены неприемлемы. Ну, это уже на 500 дней, помнишь, там был? Да. Ну, что, какая разница 500, 600 или... Ну, они так и происходят. Нет, у нас, на самом деле, в нашем характере, как бы, в характере людей, которые занимаются в стране, делать все быстро. Да. Хочется сразу, я не всегда. Реводиссию сразу, и помнишь. Нет, ну, вы посмотрите, там... Если это, допустим, у кого-то в характере, у других по-другому, но у всех... Нет, мы про нас говорим, где мы другие? Нет, всегда, конечно, быстро это происходит. Все вот то, то, что все было позитивное в ельцинских реформах, по большому счету, оно произошло быстро, год-полтора. Где? В ельцинских реформах. Исторический просто факт, значит, если вы говорите про антикоммунистическую революцию, она была, значит, с 89-го по 93-й год. Ну, это... Сейчас, это... Отмена выездных виз, рынок, свободные цены, разрешение предпринимательства. Это все произошло очень быстро. Ну, не совсем это все быстро. Быстро-быстро. Нет, было основное. А уже после 93-го года уже фактически ничего не происходило, кроме постепенного закучивания гаек. Кроме реакции. Здесь точно так же. Надо прийти и сделать тоже опять все быстро. Так оно и будет происходить. Как это прийти? Сейчас прийти... Почему? Вот вы знаете, что в России очень принято было мечтать о Пиночете. Мы все кругом. Чубайс мечтал о Пиночете, который реформу проведет демократически. Чубайс мечтал, значит, что все остальные... Латынина мечтает до сих пор о Пиночете. Сейчас они все от Пиночете уже перестали мечтать, теперь все мечтают о Муссолини. Почему? Потому что... Муссолини. Да, потому что у Муссолини за все время было расстреляно по различным обстоятельствам всего 9 человек в отличие от Адольфа Гитлера с Огром Смирной. И евреи там не преследовались. Вот такая... Вот она мечтает. А чем интересен Муссолини? Он потому что говорил о величии, восстановлении римского духа, что-либо еще о таких вещах он говорил. Но какая у него была экономическая программа? Экономическая программа у него никакой не было. Они нашли первую павшуюся экономическую программу, которую, говорят, им написал какой-то профессор за 100 лир или за 100 долларов. За 100 долларов, наверное, американских он написал. За 100 долларов, за 100 числов, да? Ну вот. Он их написал, и они ее начали тихонько осуществлять. И осуществляли достаточно успешно. Поэтому очень важно не то, что кто ее будет осуществлять, а чтобы она была, чтобы пришли какие-то силы, и они пришли и говорили, а что нам надо сделать? А сделать надо то-то и то-то и то-то. Когда приходили большевики, они, а что нам надо сделать? Она сделала то-то, то-то и то-то. Вот была программа ГРЛО, а до этого это была царская программа изначально лежала. Она просто была, и они ее начали осуществлять. Вот такая. И здесь тоже должна быть некая программа. Эту программу надо как бы потом ее, может, люди будут осуществлять, либо не будут осуществлять. А все эти разговоры о том, что, ах, у нас-то вообще все хорошо, а так у нас права собственности очень плохо защищены. Ну правда, кто говорит, что у нас права собственности защищены? Ну вам нафиг права собственности защиты Ходорковского, Никаких это не будет. Такое же варьё, как и всё остальное. Зачем защищать их права собственности как-то особенно? Все признают это то, что на данный момент у России нет ни реального плана, куда идти, двигаться, зачем и что делать. Это очень можно, как правильно говорить. Много ли сейчас? Этого нет. Я тут принципиально с вами не согласен. Сейчас, значит, что делать в стране? Хорошо. Как планы? Какие планы? Я думаю, что сейчас, значит, чтобы прекратить... Нет, на самом деле я не вижу. Отойти от путинского режима. Да, это всё известно. И ничего. Вернуть Крым обратно, сдать Донбасс? В антикоммунитическую революцию, что делать в 88-м году или 89-м? Да, действительно, это было неизвестно. Сейчас у России есть планы, куда двигаться, как двигаться. Вот сейчас, Александр, сейчас. Сейчас, минутку. Вы говорите, что есть. Я говорю, что нет. Отвечаю, значит, ваш вопрос бессмысленный, потому что, значит, у России есть план, он бессмысленный вопрос. Россия – это страна. Давайте тогда уже говорить более, так сказать, юридически, точнее, Российская Федерация, да? Есть ли у страны план или нет? Значит, план может быть у тебя, у меня, у него, да? Может быть у правительства, может быть у общества любителей собак, понимаете? А есть ли, значит, общая какая-то признанная концепция или общая, так сказать, программа действий у большинства населения или у какой-то самой активной группы населения? Это совсем другое. Поэтому говорить, есть ли план у страны – это вопрос в корне неверен. Вот о чем я говорю. Ну, хорошо. Почему у американцев он есть? Кто вам сказал, что у каких-то унижных или у северных? Так, оказывается, у государства Соединенных Штатов Америки есть государственная программа, которая обнародована, к чему они движутся, чего хотят, какие у них приоритеты, какие у них ценности. Она есть и официально она опубликована. У России такой программы нет. Назовите эту программу. Вы не можете это назвать. Бюджет – это не программа. Ну, какой в смысле бюджет? Это программа? Бюджет – это программа расходования денег. Ну, то есть, я так понимаю, что, Оксан, вы ответить на этот вопрос не можете? Да вопрос бессмысленный. На этот вопрос нет ответа. Он не может ответить. Я понимаю, ответа не может – нет, потому что такой программы нет. Это я понял. Да нет, во-первых… Поэтому и предлагается. И Игорь говорит, для того, чтобы куда-то двигаться, нужно понимать, куда мы держимся, каким целям, чего мы хотим. Нет, только, да, если ты что-то собираешься делать, то пришла какая-то политическая сила. И вот она должна что-то делать. Согласны, что она должна делать? Что-то должна делать. А ты как-то гимпатизировать. Гимпинский предлагает вариант «давайте откажемся от языка, сделаем другой язык и с этим мы начнем новую жизнь». Да, например. Вот такая вот программа. Это похоже на то, что если у нас была милиция, давайте в полицию переменим и сразу все перекрасятся. Ну, это другой вариант. Это один из вариантов. Только это не принципиальное. Изменение из милиции в полицию не является принципиальным изменением. А то же самое здесь – поменять язык. А здесь язык – это основа существования вообще в принципе человека. Это не основа. Из языка он жить в принципе не может. Ты говоришь, ты можешь язык поменять, а все равно будет на том языке. Ну, вот это вот Гербицкий говорит, что это не так. Что смена языка – это означает смена принципиальная, смена менталитета человека. Ну, у нас же тоже на Украине ставится попытка заменить людям язык. Ну, они же все равно там говорили на русском и говорят на русском. Говорят на русском, но тем не менее… И все ставится. А совершенно на Украине. В Украине. Да брусь ты. Ну, фига. Это… Как это? Это что, не так, что ли? Да, конечно. Ну, Порошенко, он русскоязычный. Но у нас официальный язык документов, он какой? Украинский. Одно из самых распространенных вещей в Киеве и было, и сейчас есть. Это переводное бюро услуги. Ну, надо как-то уже более конкретно говорить. Вы как-то распыляетесь уже, какую-то тему-то возьмете. А язык, поскольку достаточно хуторской, достаточно примитивный, то на нем определенного рода сложные вещи будут просто невысказуемы на украинском. И они в этом смысле… Я бы так не сказал. И они в своей цели добьявятся. Ну, как вы представляете это уже? Это же известный анекдот, что первый клиент, что был введен закон о разговоре чисто на украинском языке, в том числе и служба секса по телефону. И первый же клиент умер от смеха, да, когда с ним попытались поговорить на украинском. Вот, на эту тему. Украинский язык очень красивый, очень… Да ладно, пусть сколько угодно. Да, он может быть и емкий, и красивый, но сложные тексты научные, то есть у тебя, по большому счету, у тебя на постсоветском пространстве, у тебя единственный… По-русски же «Срада» и «Перемога». Да, да. Если на русском это смешно, так может, для украинцев смешно уже сказать то, что говорят русские? Нет, они пытаются смешить. Да, так что это не… По крайней мере, единственный развитый язык, вот сегодняшний, на постсоветском пространстве – это русский. То есть это язык, который позволяет своими средствами выражать достаточно сложные вещи, помимо примитивного хуторского сознания. И, конечно, если его запретить, единственный живой язык, да, то это будет большое-большое… Большое торжество либерализма. Немецкий, например… Чем тебе, например, этот самый… Да, у либерализма будет большое торжество. Немецкий… Ну, это русский либерализм, куда все, чтобы сморо чего-нибудь запретить. Они же все время мечтают, то вот о Пиночете мечтали, до сих пор мечтают, а теперь о Муссолини начали мечтать почему-то. Потому что, мол, там, у них фашизм, вот такой мягкий и хороший… У них либералы больше похожи на каких-то революционеров, у них какие-то все методы какие-то, там, давайте завтра, чтобы завтра все изменилось. Ну, мне, по крайней мере, предлагают. Что? Ничего… Ну, вот это… А больше ни от кого, кроме каких-либералов, я не слушаю, никаких предложений. Это стек. Все остальное, все, что я вижу, это запрет. Все законное предложение. Какие предложения? От каких либералов? Вы определите все. Ну, никакой другой позитивной программы. Есть еще программа, более-менее, консодержательные вещи, говорит Аузан. Это декан факультета экономики МГУ. Он просто говорит, что все, что мы можем сделать, это увеличить вложение в инфраструктуру и достигнуть ее роста, может быть, через несколько лет в один-два процента ВВП. Не можете мы без политических реформ, экономического никакого роста. Вот в Российской Федерации сейчас восемь лет топчутся на месте. Все. И еще и следующие, при этом режиме, следующие восемь лет тоже будет топтаться на месте. Что делать, Александр? Нет, подожди. Что делать? Нет, тут перебил в смысле, что-то. Ну, будет, будет. Вы говорите, топчемся, топчемся, а что делать? А что делать? Вы программу можете предложить? Еще раз. А разве это группа? А у тебя кто виноват? Я думаю, что делать? Кто виноват? Надо определиться сначала, понимаете? Чем определяться-то? Вы говорите, топчемся, топчемся. Вас спрашивают, что делать? А мы не знаем. А либералы говорят, мы не знаем, что делать. А тебе группа Навального говорит, отменить несколько законов одиозных, шесть или восемь. Ха-ха-ха. Ну, конечно, их отменить надо. Кто ж спорит-то, что надо? Закон Дима Яковлева и что-то еще. К чему-то приведет. К чему-то приведет. Но будет это фундаментально? Не будет. А что значит фундаментально? Ведь вы же поймите, что… Его спрашивают какие-то. Димур, о-о-о, там, доллар завтра 150 рублей. Нет, 210. Ха-ха-ха. Нет, не 210. А 250. То есть, она обральные там уже. Димура, правда, просто доллара у меня ничего нет. 250. А что делать-то? А надо права собственности у нас. Права собственности не защищены. Возьмите Янина того же, да? Который не филолог был, а кто-то еще. А кто такой Янин? Экономист, по-моему? Да, экономист, который. Тоже, о, права собственности, права собственности. А, ясен, Янин, ясен. Я про Янина подумал. А? Ну и Глазев, он тоже ничего фундаментального не предлагает. Он предлагает индустриализацию по образцу и подобию китайской. Ну, хоть что-то, конечно. Ну, это, вот у него какая-то есть определенного рода программа. Я считаю, что она не совсем удачная, что действительно здесь Александр Дмитриевич прав без фундаментальных политических реформ. Я сейчас покажу, насколько они должны быть фундаментальными. Ничего не сделать. Ну, вот такие вот общие слова. Ничего, сделаем паузу. Спасибо.